Подруги, привет! И добро пожаловать на наш канал! Рэм, скажи, подруги, привет! 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 Сегодня у нас важное видео, видео на тему развития ребёнка, гранту 6 месяцев. Уже большой человек, и мы сегодня поговорим о том, как же ребёнок развивается, какие у нас новые навыки, какие у нас успехи, и что изменилось за последний месяц. Так, ну что ж, смотрим, что у нас с весом. Буквально месяц назад, когда мы взвешивались, мы были 6300, и сейчас мы 7400. Считайте, за месяц мы набрали целый килограмм. Так, не убегай у меня. 67 сантиметров ровно. Опа! Давайте. У нас важное мероприятие. Да, Рэм? Что мы с тобой будем делать? Мы впервые братику будем давать кашу. Хорошая новость в том, что человек у нас сейчас голодный, и пришло время кушать. Эту сосочку забирай у него из ротика. Вот. И сегодня... Так, а ну-ка забирай, забирай, забирай. Впервые Грант попробует кашу. Давай, попробуй. Ну, как тебе? Все 6 месяцев мы ели исключительно мамино молоко, и вот сейчас мы начинаем прикорм. У нас гречневая каша на воде без молочного, но следующую попробуем, наверное, молочную посмотрим. Сегодня, так как это в первый раз, мы дадим ему приблизительно чайную ложку, ну, просто познакомиться. Ложечка у нас мальчикин, силиконовая, очень-очень мягкая, и с ограничителем. То есть для самых маленьких она идеальна. Так как Грантик у нас еще не сидит, то прикорм начинаем в позиции полулежа. Так как у нас объем чайная ложечка, и то по чуть-чуть, пристально за ним наблюдаю, чтобы, не дай боже, ребенок не выперхнулся. Ну, пока вроде бы все нормально, и даже никаких признаков нет того, что он мог бы подавиться. Он активно хватает мои руки, активно сосет ложку, и видно, что ему прям интересно, вкусно, и он с большим-большим удовольствием пробует впервые в жизни новый продукт. Значит, что у нас по признакам, в принципе, пищевой интерес он очень хорошо проявляет, он очень пристально смотрит, когда кто-то из нас ест. Также он, естественно, удвоил свой вес с рождения. Когда что-то касается его язычка, он не выдавливает этот предмет из своего ротика. Это тоже хороший признак, что он готов уже учиться глотать и как-то уже маневрировать своим языком, чтобы продукт, который попадает в рот, он, собственно, был успешно проглочен ребенком. Да? Ну и, конечно, тебе еще нужно учиться орудовать ложкой, чтобы она не заходила в ротик слишком-слишком глубоко. Ну что ж, тут, по-моему, миссия у нас выполнена, и трапезу будем продолжать маминым молочком. Ну вот смотрите, насколько ребенок очень-очень хочет взять вот эту чашечку с кашей. Ну что ж, трапезу нашу мы продолжаем грудным молоком, которое я сцедила ранее, и, в принципе, большую часть, наверное, времени наших кормлений мы едим из бутылки. Почему такая ситуация? Как вы знаете, что Грант плохо набирал свой вес, и, наверное, последние месяца полтора мы очень тщательно работали над этим вопросом. Я искала возможности, как можно помочь ребенку съедать нужное количество молока. Я приглашала специалистов лактации, и многократно с ней консультировалась. Мы наблюдали за ситуацией, также с педиатрами консультировались. Ну и, в общем, целой командой мы работали над тем, чтобы наладить ситуацию с тем, что ребенок не набирает вес. Позитивный момент в этом был то, что он не истерит, не психует, у него хорошее настроение, он в целом-то очень хорошо себя чувствует, и время бодрствования у него проходит в хорошее настроение. Единственное, что, наверное, смущало, это то, что он плохо спал. Если помните, я рассказывала, что каждые два часа буквально приходилось его кормить. И также взвешивая ребенка после кормления грудью, я видела, что он съедал максимум 100 мл, не больше. И набирал он, ну, где-то от силы, наверное, 400 граммов в месяц, что очень-очень мало. Понятное дело, если ребенок хорошо себя чувствует, развивается, и нет никаких тревожных звоночков, то в целом-то, ну, окей, значит так. И можно от ребенка отстать. Но, видя, что он так маловато спит, часто просыпается, то, естественно, хотелось как-то ребенку помочь. Грудное молоко я сцеживала и начинала давать. Это грудное молоко в объеме 200-220 мл в течение дня. И что вы думаете, прошел месяц, и вот мой ребенок уже набрал целый килограмм. Весим мы уже 7 килограмм 400 грамм, хотя в начале месяца мы весили 6300, если я не ошибаюсь. Он лучше стал спать дневные сны и лучше стал спать ночные сны. Дневные сны раньше у нас всегда были по 20-30 минут. Сейчас он может поспать час и целых два часа. Ночные сны тоже у нас проходят намного более спокойно. Он вечером сам засыпает без проблем. Просыпается один-два раза ночью уже не каждые два часа. Утренние часы ночи он спит намного-намного лучше. Мы перестали просыпаться, перестали тревожиться, перестали мучиться газиками, животиком. То есть вся вот эта вот новорожденная история мучений утренних часов, она тоже прошла. Мы спим очень даже хорошо. Что я в нем увидела на самом деле, почему мы перешли с ним в принципе на бутылку, это потому что он, не знаю, похоже на Рэма, но не совсем так. Он просто отвлекается. Он отваливается от груди. Он буквально одну минуту-две ест и отваливается от груди. Причем с улыбкой. По щеке течет струйка молока. И все, ребенок хочет смотреть вокруг, хочет смотреть на меня, хочет со мной взаимодействовать, улыбается вовсю. И в общем не заинтересован в продолжении еды. Я понимаю, что он не поел достаточно, то есть это даже не 5-7 минут, что считается стандартом для ребенка, чтобы он поел. Далеко он не выдерживает это время. Пытаюсь выдержать паузу, потом предложить вторую грудь. И все, что я заметила вот с такой борьбой, что у меня действительно в этот момент стало пропадать молоко. То есть моя голова понимает, что спрос у нас не сильно-то большой, поэтому с каждым разом, когда я сцеживала молоко, я видела, что этого молока становится все меньше и меньше. Да? Потому что человек его не требовал. Следовательно, я начала все больше и больше сцеживаться и этот объем возвращать. И у меня это очень хорошо получалось. Сейчас я уже сцеживаюсь не только при помощи своего молока-отсоса, который работает уже вот 6 копеечкам, месяцев прекрасно. Но я также после сцеживания молоко-отсоса еще сцеживаю рукой. И добрые 20-30 миллилитров могу сцедить еще в бутылочку рукой. Таким образом, порции нашего кормления на следующий день собираются достаточно быстро. Ну и, конечно же, нет никакого дискомфорта в том, что я не кормлю ребенка грудью ночью. То есть я просыпаюсь с полной, но достаточно такой комфортной грудью, сцеживаюсь и прекрасно ребенок это все съедает через бутылочку. И таким образом, во-первых, он у меня ест, во-вторых, я контролирую объем, который он съедает. И он съедает нужные 200-220 миллилитров. И, как я уже сказала, ребенок начал набирать вес. Это был мой самый главный фактор и показатель, который говорит о том, что у нас все получается. Ну и, собственно, таким образом мы планируем продолжить наше вскармливание до минимум года. И, конечно же, параллельно будем вводить прикорм. Вот как сегодня мы начали кашу. Сейчас впереди у нас 5-7 дней увеличения порции. Порцию будем увеличивать максимум до 100-150 миллилитров. Но я думаю, что первая каша гречневая, наверное, до 100. Потом уже, когда будут несколько продуктов у него в рационе, тогда уже порции через месяц-два можно будет потихонечку увеличивать. Но пока, зная его, я думаю, что в этом не будет никакой необходимости. И в целом я буду смотреть на то, сколько он съедает, и такой объем ему, в общем, и предлагать. Ой, молодец, отрыжечка. Грудное молоко до года для нас останется основным продуктом питания ребенка. Это маленький и очень счастливый человек, который обожает играть со своим старшим братом, который очень-очень хорошо на него реагирует. Он любит, когда с ним Рэм общается, предлагает ему игрушки, да и, в принципе, любит за ним наблюдать и смотреть, что же старший брат делает. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Мокрая майка теперь все. Снять? Да. Давайте снимать. Свои 6 месяцев он пока не садится, но с большим удовольствием присаживается. Поэтому, если ребенок изъявляет интерес в таком упражнении, то мы с большим-большим удовольствием, так, давай, 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 ему в этом помогаем, мы с большим удовольствием его по чуть-чуть присаживаем, чтобы он тренировал этот навык. Да, скажи? Но пока без помощи он, конечно же, не сидит. Если его отпустить, то он быстренько-быстренько вернется в горизонтальное положение. Зато любая возможность засунуть что-то в рот, она используется, да, скажи? И по большей части, мне кажется, что тянешься ты к маминой рукам для того, чтобы засунуть себе пальчик в рот. Но такие упражнения мы, конечно же, проделываем недлительно для того, чтобы не оказывать слишком сильное и ненужное давление и нагрузку на позвоночник ребенка. Все, что мы, как родители, делаем со своей стороны, это помогаем ребенку развиваться, делаем гимнастику, пробуем упражнения, но в целом помогаем ему самому приходить к тому или иному навыку. А такой важный навык, как сидение, ну, это, мне кажется, очень важно. Дать ребенку, сделать самому и особо не настаивать, и особо его не присаживать, поскольку здесь нам нужно, чтобы его позвоночник не страдал, и все было максимально безопасно. Что касается игрушек и прочих предметов, он уже с легкостью эти предметы берет в свою ручку, перебирает с одной ручки в другую, да? И, собственно, очень хорошо взаимодействует с предметами. Мелкая моторика у нас развивается, и мы каждый день предлагаем ему разные предметы, разные текстуры для того, чтобы он с ними знакомился, и для того, чтобы он пробовал эти предметы в своей ручке. И, как вы видели, Рэм предложил брату, своему младшему сосочку, важно отметить, что мы уже перешли на больший размер соски. У нас сейчас сосочки 6, по-моему, 18 месяцев. Все еще Грант очень-очень контактный и общительный ребенок, который обожает любое взаимодействие, любой контакт, любую игру. Он очень много смеется, очень много болтает. Мы его в доме называем маленьким птеродактилем, потому что он издает уж очень смешные звуки. И, конечно же, когда старший брат или я с ним играем, он очень много смеется и отвечает на любой стимул. Ну, привет! Все хорошо? У тебя все хорошо? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДimaTorzok